Так говорит Господь с большой буквы. Что это значит? Это Бог говорит, друзья. Главнокомандующий. Без варианта. Так говорит Господь. Двоеточие. Читаем дальше. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха. Так спасены будут сыны Израилева, сидящие в Самаре и так далее. Я хочу обратить ваше внимание на вот эту первую часть стиха. Как пастух иногда истаряет две части голени или часть уха. Внимание, вопрос. Да. Внимание, вопрос. Когда из пасти льва вы достаете оставшиеся две части голени овцы. Внимание, что с овцой? Она уже что? Вопрос. Почему пастух достает две части голени? Молодец. Он верит до последнего. Это отца. Это та, на кого он положил свою душу, друзья. Если мы говорим о лидерстве. А пастух это лидер, правильно? Прообраз пастыра. Лидер. Например, вы говорите человеку, а он не хочет. Он сдается. Что надо сделать? Продолжать дальше. Продолжать. До какого времени? Пока хотя бы даже часть уха есть возможность. Хотя бы часть уха есть возможность. Я был шокирован просто. Вчера в одном нашем соцпроекте, не буду же уточнять какой. Я провел встречу, я говорю, слушайте, вы что делаете? Смысл соцпроектов наших какой? Какой смысл? Суть. Зачем мы их проводим? Чтобы люди спастились и достигли познания. А сам социальный проект это ли что? Платформа. Платформа, оболочка всего лишь. Я после соцпроектов, ко мне подходит женщина, она привела с собой там знакомую, ну, родственницу, неверующую. Подходит, а у вас это церковь? Я говорю, да. А я говорю, как вы догадались? Ну, вы так говорите, все о Боге, но... Сердце горит, но я понимаю, мне же так интересно. Говорит, вот я привела свою племянницу неверующую. Класс, все, я беру. Одного человека у нас говорю, слушай, вот неверующий человек, все, познакомься. Давай, все, начни общаться. Проходит неделя, я звонил, говорю, ты общался с этим человеком? Нет. Номер телефона взял? Нет. Как? Как? Еще раз давайте про четвертое место писания. Смотрите. Как иногда пастух исторгает. Что значит исторгает? Вырывает. Вырывает. Вы понимаете, то есть лев забрал уже, все, убегает. Вырывать нужно. Вырывать нужно. Исторгает из пласти львина две голени и часть уха. Вот в чем секрет. Вот так нужно работать. Например, если к вам... Откроем один секрет. Знаете, почему иногда в проекты не приходит много людей к вам? Потому что вот так нужно быть настроен. Вы должны сражаться за человека. Каждый человек, который попадает в ваше поле зрения, в ваше поле зрения, вы не должны его пропустить. Он должен стать вашим. То есть вы все. Вы пастух этого человека. Все. Вот хочу привести, кстати, сестру Олю пример. Она потрясающая. Каждый, кто приходит на институт пенсионеров, я все время наблюдаю со стороны. Я никогда не говорил ей этого. Поэтому, думаю, лучше скажу при вас. Каждый человек, который приходит на институт пенсионеров, она с каждым. Она подойдет поздоровывается, обнимет. Она с каждым находит время пообщаться. Вот что такое сердце пастора, друзья. Сердце пастора. Сердце пастора на самом деле. Я хочу тоже привести пример. Вот ее лидер. Я понимаю, почему так. Есть лидер тоже. Александр Витальевич. Потрясающе. Она закончила институт пенсионеров сегодня, провела уроки, все. Вышла. Я смотрю, я говорю, слушай, пойди, Саша. Говорю, там он что-то кушает и сидят между собой общаются. Домашняя группа его. Я говорю, пойди, там все сидят. Не-не-не, мы общаемся нормально, все хорошо. Я понял, что слушайте, оказывается, если вот так лидер проводит работу, он не потеряет людей. Костя Киличук, никогда не потеряет людей. Женя Сахну, никогда не потеряет людей. Потому что, что бы ни происходило с Димой Цариным все время, что? Каждую неделю, раз, два, три раза. Особенно если нету человека. Он находит, вытаскивает этих людей. То есть не просто вот так, он придумывает для них что-то, находит для них. Ну, вот что делает пастух. Вы поняли? Осталось уже все, казалось бы, ну, уже потеряно. Все. Что там найти-то? Даже хотя бы часть уха достает. Даже часть. Еще раз, это овца уже заведомо мертвая. Достали часть уха, похороните только. Вы никогда не задумывались? Давайте я вам приведу, какая сила на самом деле с родственными отношениями. Например, на войне. В Афганистане была война. Тогда, если вы слышали, есть такое понятие «груз-200». Это когда на войне погибает человек, цинковый гроб закрытый. Зачем тратить время на это? Самолет, зачем доставлять этот гроб туда? Похороните его в Афганистане. Какая проблема? Дешевле будет это все. Зачем этот гроб? А потому что это же семья. Вы поняли? Хотя бы сам факт увидеть. Хотя бы ты не увидишь его самого, живым не увидишь, не прикоснешься к ним же. Но хотя бы сам факт, потому что это родное. Друзья, вот что такое пастух. Пастух, это не просто мы делаем соцпроекты, вы поняли? Вы должны понять, что эти люди, они родные ваши. Они родные. Да, мы говорим, нельзя любить людей больше, чем они любят себя. Но не обманывайтесь. Нельзя любить больше или не нужно любить больше? Это не значит, что не нужно помогать человеку. Нужно вовремя уметь найти дистанцию. То есть не нависать на человека. Но это не означает, что нужно бросать его. Мы должны с вами всегда понимать о том, что любой человек, которого Бог дает нам в поле зрения, этого человека, Бог нам дает, для чего? Чтобы мы этого человека нашли, спасли. Вы уловили? Любой человек, любой человек, любой. Например, Виктор Викторович, эта девушка в прошлое воскресенье, которая покаялась, в это воскресенье ее не было. Ты позвонил ей? Ты сколько раз ей набрал? Раза четыре. Молодец. Но в основном, вы поняли, нет человека? Нету. Нету. Но. А у тебя есть ее канал? Имейл есть? Фейсбук есть? Да. Уже писал. Вот, молодец. Видите? Вы поняли? Вот так нужно подходить. То есть нельзя, я хочу, чтобы мы поняли, нужно сражаться за жизнь каждого человека. Что написано? Откуда мы берем пример? Берем пример. Пастух. Если у него есть 100 овец, одна потерялась, а 99 есть. Что он делает? Вы поняли? Вот и все.